Икеа Большинство из нас только одна жизнь. Работу нужно любить. Я помню, как помогал сбрасывать лес в воду за 10 эры в час. Легче было продать один пакет семян и заработать столько же. Мне пришлось заплатить где-то 10 крон. В конце концов, я получил удостоверение о регистрации компании Икеа. Давайте сфотографируемся. Было много небольших производителей мебели. Мне повезло, что она продавалась лучше, чем другие товары. Привет! Рад вас видеть. Я знал уже в Готеборге, что моим главным интересом станет дистрибуция. Не производство, а дистрибуция. Я не понимал, почему рационализация должна заканчиваться у ворот фабрики. Почему на производство одного носка уходит одна крона? А продается он за семь. Так родилась бизнес-идея. Мы работали вместе с тех пор, как нас было шестеро на ферме, где я родился. Мы во всем помогали друг другу. Мы сохранили тот дух и превратили понятие единства в основную ценность. Думать и заботиться о других. Ставить людей выше себя, чтобы каждый чувствовал свою значимость. Даже девушки и юноши, которые моют нашу посуду. Мы бы и часа не продержались без чистых тарелок. Поэтому говорю вам всем, вы должны чувствовать свою значимость. В начале 50-х я осознал, чтобы развиваться дальше, дать людям возможность самим увидеть наши товары. Потому что рисунки и ретушь могут сделать вещи гораздо привлекательнее, чем они есть на самом деле. Основной причиной, по которой мы вышли на рынки Дании, Польши и вообще за границу, стал бойкот в Швеции. Было очень трудно. Интересно, выжила бы Икеа, если бы мы не столкнулись с теми препятствиями. Потому что мы не отчаялись, а увидели новые возможности вместо проблем. Прислушайтесь друг к другу, вместе смейтесь и получайте удовольствие от работы. Знаю, что не могу вас заставить пообещать мне это, но наше маленькое предприятие в столярной мастерской стало довольно успешным. Поэтому мы решили, что нам нужно зданий побольше, чтобы привлечь больше людей. Так и получилось. Мы придумали систему самообслуживания. Это было невероятно важно для роста Икеа в целом. Изначально мы старались быть хорошими дистрибуторами, контролировать расходы и арендную плату, а также эффективно хранить и перевозить товары. Мы также были заинтересованы в собственном производстве, чтобы создавать экономичные решения. И так пришло время ПАКСа. Я часто привожу в пример юноши и девушек, работающих в отделе возврата. Подойди ко мне. Не хочу, чтобы думали, что я обнимаю только хорошеньких девушек. Поэтому я обнимаю тебя вместо них. Счастливые сотрудники улыбаются нашим покупателям и делают их счастливее. Всегда важно рассказывать и убеждать людей, что мы не просто среднестатистический работодатель. Мы стремимся работать на благо многих людей. Ты чудо! А когда будет следующий? Посмотрим скоро. Он хочет еще двух мальчиков. Некоторые говорят, что вы одержимы Икеа. Это правда? Думаю, да. Я одержим бизнес-идеей Икеа. Сделать жизнь многих людей хоть немного лучше. Сделать жизнь многих людей хоть немного лучше. Спасибо, что вы пришли к нам. Разве директора магазинов не переживают, когда видят вас? Да не очень. У нас в Икеа особая культура, в которой не страшно ошибаться. Если ты готов исправлять ошибки, как только обнаружишь их. Как показать это решение в современной Икеа? Хуже, чем сейчас, сделать невозможно. Не хочу, чтобы меня фотографировали в этом дурацком интерьере. Двойка с минусом. Больше ничего не хочу смотреть в этом отделе. Закрывайте. Так плохо, что даже не хочу смотреть остальное. Отличная идея показать их так. Этот интерьер получает пятерку. Поздравляю. Надеюсь, вы продолжите работать над ним. Рад был знакомству. У тебя хорошая репутация, сынок. Еще столько нужно сделать. Мы в Икеа любим говорить. Главные дела у нас впереди. Наша ценность под номером пять – простота. Нужно чаще к ней обращаться. Принципы устройства Икеа – это результат упражнений, которые я начал в начале 70-х. Это упражнение я назвал подготовкой к моей смерти. Я осознал, что если бы мы вышли на фондовую биржу, это могло запросто погубить Икеа. Поэтому мы не стали публичной компанией. Вместо этого наша Икеа должна навсегда оставаться нашей. Ни у кого не должно быть возможности погубить ее спекуляциями. Икеа стоит сколько? 10-15 миллиардов? Икеа не продается ни за какие деньги. Начали всплывать экологические вопросы. А мы этим занимались на протяжении многих лет, когда старались экономить ресурсы. Ах, вот как вы курите. Да, на всяких мероприятиях прошу подержать сигарету. Это очень дешевый способ курить. Я стараюсь сэкономить везде, где это можно. Если каждый из 150 тысяч сотрудников сэкономит по 100 крон, это будет полтора миллиона. В магазине Макси в Карлстаде булочку с корицей и кофе можно купить за 10 крон. В Икеа это стоит 12 крон. Такое не очень приятно видеть. Вам предложили кофе, когда вы приехали? Да, внутри есть кофе. А бутерброд? Неа. Я надеюсь, к кофе водителям будут предлагать и бутерброды. Спросите, какая здесь самая большая проблема? Он считает, что все в порядке. Нет, это он при тебе говорит, что все тут в порядке. Может быть. Спасибо за хорошую работу. Спасибо. Хорошего дня. Пока. Спасибо за отзыв. Я бы вообще везде повесил сумки, чтобы даже тот, кто не хочет ничего покупать, ходил по магазину с сумкой. Старайтесь, чтобы все, что вы сделаете завтра, было хотя бы немного лучше, чем сегодня. Я получаю невероятное количество письма от покупателей с их впечатлениями от поездки в Икеа. Это так приятно слышать, потому что в этом случае вы на полпути к продаже. Моя цель находить людей, которые компенсируют мои недостатки. и сегодня нас больше ста тысяч, поэтому... Рыночная экономика должна прийти к тому, что бизнес будет брать на себя социальную ответственность. Важно, чтобы вы, новое поколение молодых лидеров и предпринимателей, брали на себя социальную ответственность как можно раньше. Это станет вашей личной ответственностью, которая также принесет вам много удовольствия. Один из сотрудников склада назвал меня господином Канпродом. Я спросил, почему? Можно я буду для вас просто ингваром? Хочу еще сказать. Хороший хот-дог в Икеа стоит всего пять крон. О чем вы жалеете больше всего, будучи успешным человеком? Может быть, о том, что я мало времени проводил с детьми, когда они были маленькими. Я делал, что мог, только когда возвращался домой поздно вечером и очень уставший. Проводя в поездках 225 дней в году, у меня почти не было на них времени. Со временем мы привлекли больше профессионалов. Бедный старик это единственное, что осталось от прошлого. Мы живем в новом мире. Мы понимаем всю важность покупателя. Покупатели всегда подсказывают нам путь. Надеюсь, что Икеа никогда об этом не забудет. А еще наша задача научиться слушать. Это моя самая большая проблема. Хороший руководитель всегда спрашивает мнение команды, потому что выполнять это решение будет каждый член команды. И это очень-очень важно. Спасибо за внимание и хорошего дня. я бы хотел обнять всех вас. Пожалуйста, встань. Я обниму тебя за всех. Спасибо большое. для меня вполне очевидно, что если мы все сделаем правильно, сильная и эффективная Икеа будет нужна еще сотни лет. .